всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1с23 итак давайте поговорим про скользящую фурнитуру для буккапера на самом деле она существует несколько вариантов исполнения независимых диаметра трубы основная скользящая фурнитура выглядит вот таким образом показываю смотрите вот у нее сзади болтик болтик под одну восьмую либо это четверка или трешка если но бывают они в метрическом размере но крайне редко то есть если метрики этого что метрики что в этом в основном это 1 восьмая в дюймом размере соответственно это это скользящая фурнитура для чего она нужна она нужна для настройки то есть в ряд производителей центов использовать скользящую фурнитуру для натяжения крыши и если натяжение производится задним укосом в этом случае рвутся дуги на нужных карманах рвутся швы вытягиваются швы крыша начинает быстро очень достаточно печь я использую но я использую натяжение дугами но это делаю минимально вот не больше чем это потому что чтобы сохранить влага непропускаемый швов по максимуму я понимаю конечно что все в конечном итоге течет любой шов это повреждение против ткани то есть он течет изначально зависимость того то есть ну сколько воды на него упало это нормальный естественный процесс то есть то же самое и с тентами то есть тенты берут воду после того как они тоже количество осадок если много осадок то есть не очень высокая влажность соответственно ткань не выдерживает любая то есть это нормальный тоже процесс вот в этом случае можно усилить дополнительными пакетками швы обрабатываются пропитками и все остальное но ролик не об этом в данном случае ролик о том об использовании непосредственно фурнитуры вот такой для того чтобы произвести смещение по дуге вот у меня сейчас полка есть показать фурнитура надевается вот таким макаром вот у меня сейчас закручен я сейчас попробую открутить ключик я с собой что-то не взял и она прекрасным образом она бывает под разные размеры трубы но волк надо открутить я не взял с собой не подготовил ключи они находятся в лодке и все такая фурнитура вполне прекрасно работает она очень хорошо скользит по дуге но работает она только в одной практически плоскости то есть если у вас дуга дуги ровные вот я и в основной массе делаются всегда ровными дугами то есть и на ровных дугах такая фурнитура работает очень хорошо если дуги у вас стоят допустим трапеции имеют трапециевидную форму то соответствующим образом использовать эту фурнитуру будет сложно то есть она будет подзакусывать вот она будет подзакусывать после определенного размера если дуги повторяют одну другую вот тогда проблем нет но если одна дуга очень сильно дуги имеет трапециевидную форму одна дуга очень сильно заложена по отношению к задним дугам то тогда в принципе использование такого крепежа вот такого скользящего крепежа будет невозможно то есть нужно будет использовать совершенно другой крепеж чем принципиально хороший вот этот крепеж принципиально хорош тем что он имеет очень низкую толщину и соответственно при надевании на трубу видите показывает при надевании на трубу соответственно он практически не выбирает и великолепным образом дуга ложится допустим на одна на другую не мешает еще не мешает то есть это очень важный момент если дуги ложатся одна в другую то только в на некоторых дугах может быть использован другой крепеж но минус это вот то что здесь вот маленький болтик то есть на длинных маленький шестигранник 1 8 который в принципе ну иногда теряем его то есть а другим сюда и не подлезешь то есть вот это очень такая вот вот это единственный минус данного скользящего крепежа ну и соответственно из плюсов то что стоит он достаточно недорого теперь давайте поговорим про вот такой крепеж вот такой крепеж он также бывает под разный это вот разъемный крепеж то есть он состоит вот выглядит вот таким образом показываю его можно одевать вот если этот крепеж для того чтобы его одеть обязательно нужно снимать дуги вот для этого крепежа снимать не надо он может использоваться например если какая-то у вас дуга которая дополнительная она дает дополнительное натяжение тента и вы ее хотите снимать просто ну допустим при использовании например внутренних вставок есть такие внутренние вставки в трубу можно трубу располовинить соответственно вставить и ставки зафиксировать трубу и просто ее сложить вот и она будет там даже если у вас капера двухметровый будет небольшая метровая такая вот изогнутая палка сложная одна то есть будет занимать очень мало места а допустим снять его с дуги вам не надо ничего больше лишнего разбирать то есть просто открутили и сняли это очень просто вот это очень простой крепеж в работе из плюсов его следующих это то что видите здесь уже не ведь речь идет не о одной восьмой то есть здесь уже используется большой шестиграник плюс дополнительно у него есть насечка по краям по болту соответственно можно даже закрутить если даже вы потеряли ключ что вы найдете то есть для того чтобы его закрутить как я уже говорил в начале ролика то что все скользящие крепежи они имеют как его называется имеют изготовление под разные диаметры труб там 7 восьмых там единиц очень короче вот грубо 21 22 25 миллиметров если они на 28 то есть вот такая вот что то здесь соответственно может быть запор обычный дужник там штырь либо например они могут быть на балку разница особо не со штырем и работать проще но с долгом надежно минусы данного крепежа следующие скользящие вот это вроде бы это все классно им очень легко работать его очень сложно потерять то есть он вообще очень красиво или берега посмотрится основной минус это вот это вот выступающая задняя часть задняя часть выступающие это место соединения как раз где проходит то есть соединение вот эти два половины то есть если вот с этим крепежом вот этим крепежом как видите здесь ничего нигде не выступает и дуга ложится область таким крепежом соответственно она выступает уже миллиметров на 7 почти и при сложении одной дуги в другую видите вот расстояние то есть если у вас ложится например вот дуги вот так то вот соответственно вот у вас получается вот так как бы у вас не ложился вот вы его положили и все у вас дуги ложатся без проблем поэтому используем его строго ограничено то есть он идет не всегда вот стоит он почти в два с половиной раза дороже обычно вот этого скользящего крепежа но он проще как бы в работе вроде ну иногда люди покупают не думая о построении конструкции дуга которую они собираются но данный крепеж является незаменимым без следствие того что он может расширяться и он может работать под углами то есть другими словами что он может делать вот вот у него нижние дуги 200 миллиметров нижние дуги 200 миллиметров верхняя дуга верхняя дуга самая вот это вот где идет по краю по краю это если память не изменяет по моему 150 миллиметров 150 или 160 вот видите вот это вот разница 40 сантиметров поэтому дуги сделаны во первых все тракеции даже вот эти дуги имеют размер 180 миллиметров 1800 точнее миллиметров 180 сантиметров вот центр имеет потому что он сделан чтобы не уходил при конструировании я расскажу обязательно про конструирование данного тента чтобы он не выходил за границы соответственно стекла вот чтобы не было вот таких конструкций тента чтобы он выходил ровно по стеклам поэтому соответственно переднюю дубу пришлось сузить и вот для того чтобы нормально это все одеть то есть я как раз использовал вот этот репешек в этом случае когда у вас он лежит не вот так дуга лежит одна в другую лежит а лежит вот так никакой разницы нет то есть разницы нет что я использовал бы обычный трепешек по размеру что вот такой то есть мне вот если одна дуга уходит не прямо а уходит вот например она уходит не вот параллель лежат а вот так например ну вот надо мне сделать вот такую трапецию то есть для этого я применяю несмотря на то что он более дорогой более сложный в работе то есть он стоит буквально в 20 раз дороже обычного но вот этот вариант его применения нет то есть либо делать что-то под заказ что дорого либо ставить вот таким макаром так чтобы это вот такие виды скользящего крепежа которые применяются в основной массе на при изготовлении тента на катера но как еще раз говорю они позволяют применение владения инструментом владения крепежа при изготовлении тента позволяет получать производителю но мне например тот конструктив и те особенности конструктива будущего тента который я хочу увидеть непосредственно на лодке то есть потому что тент находится в данный момент я его представил он находится у меня в голове я его сейчас принесу на бумагу и собственно говоря дальше уже буду следовать работам которые я буду делать на бумаге ну который я придумал потому что изготовление тентов это не это такая конструирование скажем так прямое конструирование и здесь и изобретение других вариантов нет на крупных заводах работают инженеры которые занимаются разработкой вот вы вероятнее всего с учетом того что я видел как они это делают то есть как они конструируют на штатных центрах ну получается у них не очень в основной массе ну по крайней мере еще не видел ни одного катера с заводским центром на который мне было комфортно находиться то есть все они так что подписывайтесь на канал ставьте колокольчики получать уведомления о выходе новых роликов как всегда вопрос через почту почта они все же 23 собакам у меня . пишите обязательно отвечу всем до свидания